Муниципальные силы гражданской обороны приняли участие в штабной тренировке. Насколько силы и средства нашего городского округа готовы к действиям по предупреждению и ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, расскажем в нашем следующем сюжете. День гражданской обороны отмечают в России ежегодно 4 октября. Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важных функций государства. В честь праздника муниципальные силы гражданской обороны приняли участие в штабной тренировке. В Приморском крае штабная тренировка проводилась под руководством губернатора Приморского края Кожемяка Олега Николаевича. Городской округ Зато-Фокина отнесен к группе по гражданской обороне и был одним из участников штабной тренировки. На территории городского округа штабная тренировка проводилась под руководством главы городского округа. Штабная тренировка муниципальных сил гражданской обороны проходила в два этапа. Первый этап – введение в действие плана гражданской обороны и защиты населения. Второй этап – введение гражданской обороны в условиях военных конфликтов. В 8 утра 6 октября в администрации городского округа было проведено совещание с участниками тренировки, После чего на территории округа силами спасателей поисково-спасательного отряда был развернут пункт обогрева. На базе МКУ ГОЧС был развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты. На базе детского сада «Родничок» муниципальные силы гражданской обороны организовали пункт временного размещения. На базе администрации городского округа был развернут приемный эвакуационный пункт. По итогам проведения штабной тренировки была проведена видеоконференция. В ходе данной тренировки по распоряжению губернатора на территории городского округа было предложено еще две вводных. Это чрезвычайная ситуация на потенциально опасном объекте и был развернут пост обогрева на территории городского округа. Тренировку провели успешно. Как и прежде, среди приоритетов гражданской обороны в первую очередь остается обеспечение безопасности населения. Огромный материальный, технический и человеческий ресурс гражданской обороны в настоящее время содержится не только для решения гипотетических задач военного времени, но и активно используется в нашей повседневной жизни. В условиях современной реальности работа гражданской обороны, как и прежде, продолжает оставаться актуальной, а по некоторым направлениям приобретает еще большую значимость. Дарья Зубрилина, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.